Сейчас маневренный фонд находится в здании бывшей гостиницы «Москва». Для погорельцев и владельцев аварийного жилья выделено 44 комнаты. На сегодняшний момент заселено половина. По словам Нины Ермошкиной, которая руководит общежитием более 18 лет, маневренный фонд собираются переносить в другое здание, куда пока неизвестно. Женщина признается, она отдает работе много сил, и жалобы Марины Дороговой кажутся для нее странными. Она же видела эту комнату. Ей на выбор предложила я 4 комнаты. Она выбрала эту. И вдруг почему-то все не так. Все не так. Хотя у нее в комнате не так и плохо. И она переехала сюда не из элитного жилья. Нина Ермошкина признается практически со всеми жителями. У нее хорошее отношение. Жалоб ни от кого не слышно. Валентина Глухова живет здесь уже 8 лет. Женщине 83 года. Она работала заведующей ателье и шьет до сих пор. Она признается, что условия ее устраивают. Мне удобно. Я жила в частном домике. Он сгорел от пьяниц. Там воды не было, туалета не было. А здесь меня устраивает. Вода горячая есть и в комнате, и холодная. И в туалетах горячая, и холодная. Душ есть, ванная есть. Ну вот, а все еще. Здесь тепло. Топит хорошо. Поставили нам он окна. Еще одна жительница Мария Михеева приехала сюда всего два месяца назад из аварийного жилья. 80-летняя женщина сразу постаралась создать для себя уют на новом месте. На полках фото любимых внучек в шкафу иконы. Мне, например, здесь нравится. Конечно, первое время я капризничала. Не привыкла к таким условиям. У меня вообще никаких удобств не было. Все на улице было. Но сейчас я привыкаю. Хорошо. Мне нравится. Комендант показала нам кухню. Как выяснилось, все плиты в рабочем состоянии. Душевая и ванная комнаты хоть и требуют косметического ремонта чистые. Нина Ермошкина признается. За годы работы на ее глазах здесь жили множество людей с разными судьбами. Люди живут. Движение есть. Выделяют людям квартиры. У меня на сегодняшний день за этот год пять человек получили квартиры. Четверо получили от инвесторов. И одна семья у меня получает квартиру от управления по жилью. Жить в маневренном фонде, пожалуй, не мечтает никто. Ведь у каждого, кто сюда попадает, случилась какая-то трагедия. Но сделать это временное пристанище уютным в силах каждого человека, уверена Нина Ермошкина. Мария Рудаев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...